итак что же такое шаблоны ребят шаблоны это схема для генератора карт по которой он будет создавать ту или иную случайную карту дело в том что шаблоны были в игре всегда единственное раньше об этом не знали и вы выстраивали настройки для игры и генератор карт выбирал случайный шаблон а их было очень много под ваши настройки и вы его играли в описании карты можно было посмотреть название шаблона но раньше на это особо не обращали внимание сейчас же в интернете можно найти схемы под разные шаблоны можно самому создавать шаблоны как обычные таки зеркальные обычные шаблоны это когда ну вот просто создается случайная карта и вы ее играете зеркальные шаблоны это когда создается карта наверху для красного игрока а потом она полностью копируется для игрока в подземке то есть подземки будет находиться не подземка а точно же такая карта как наверху получаются абсолютно одинаковые расклады никто не может жаловаться что ему сдало хуже но есть один минус вам придется играть одинаковыми городами по-другому ребят никак помимо этого еще одной особенностью является то что у вас будут разные герои но зато все остальное будет одинаковая ну и из-за того что вас будут разные герои иногда может немножко отличаться армия то есть если приходят более менее равнозначные герои они приносят с собой одинаковое количество армии но если одному приходит например бронз василисками то вы уж простите но второго героя в игре который приносил бы василисков нет поэтому у кого-то василиске будут у кого-то василисков не будет тут уж вы сами решайте кому что необходимо так давайте вам покажу примерные схемы шаблонов например вот есть шаблончик бедность что можно узнать по схеме шаблона во первых можно узнать сколько будет зон в данном случае у нас будет с вами 8 зон на карте видим что стоит название шаблона бедность м это размер под который затачивался шаблон возможно будут в настройках варианты других размеров но заточен он именно под размер м далее можно посмотреть на вот эти метчики один метчик это слабые охраны внутри зоны два метчика средней охраны 3 метчика это сильные охраны внутри той или иной зоны дальше город нарисован и цифра 1 это обозначает что в этой зоне будет один город также здесь одна лесопилка один рудничок но это общая ценность зоны чем выше будет стоять эта цифра тем более богатая зона на какие-то объекты ресурсы и так далее далее стоят полосочки эти полосочки это проходы это может быть подземные врата это может быть какой-то портал а может быть дорога ведущая куда-то вот мы видим будет две дороги и при этом стоят цифры чем выше цифра тем более сильная охрана стоит например 34 тысячи охраны вот такие вот 34 может стоять просто 4 может 4000 стоять это одинаково в принципе вот 3-4 тысячные это в основном юниты первого второго уровня они довольно слабенький их там тоже довольно мало легко пробивается 6 тысячные охраны уже пробиваются сложнее но на первой неделе тоже их пробивать можно особенно если вы хороший игрок 8 тысячные охраны новички обычно на первой неделе пробить не могут при неплохой сдаче хорошие игроки пробивают без проблем 12 тысячные охраны обычно пробиваются на второй неделе ну разве что вам очень хорошо сдало тогда вы можете пробить на первой неделе но вообще охраны бывают и больше может быть и 120 тысяч и 45 тысяч как на шаблоне джебус например но это один из видов до таких вот охран проходов и так далее я не знаю если у нас тут схемы сейчас вы видите на экране те схемы которые показаны с редактор охоты сейчас все для вас запущу и покажу в общем то другие варианты вот давайте например вот так вот вот такие вот бывают схемы смотрите внешняя обычный кружочек обозначает ту или иную зону если он просто вот такой вот кругленький это значит что внутри города быть не должно если на половинку обведено это значит что город там есть но там деревня если обведен полностью то там город с построенным фортом это уже не деревня это полноценный город внутри если пустота там стоят легкие охраны если там внутри на половинку кружочек это значит средней охраны и когда полностью проведен как в 17 зоне 18 там очень сильные охраны также ребята важный момент если стоит восклицательный знак это значит что это трежерная зона трежерные зоны они обычно отличаются тем что они с самой лучшей начинкой должны быть генератор иногда конечно преподносит сюрпризы но в целом трежерная зона это зона с очень хорошей начинкой там должно быть больше чем в других зонах артефактов больше чем в других зонах ящиков пандор уликов консерваторий утопий и подобных вот высокоуровневых объектов именно в трежерные зоны идут опытные игроки для того чтобы увеличить свой отрыв от соперника повысить статы хорошенько прокачаться получить магию и многое-многое ребят другое иногда бывают случаи когда ставят два восклицательных знака эта зона называется не просто трежерной а супер трежерной это зона где просто невероятно мощные охраны где невероятно богатейшая зона получается и обычно таких супер трежерных зон мало в основном 1 или их несколько но немного потому что именно за эти супер трежерные зоны идет прям полноценная война я покажу вам в общем то есть популярный шаблон джебус кросс лично я его не особо люблю но он популярен и его играют многие из-за того что он играется довольно быстро играется он на excel размере вот шаблончик джебус кросс ребят есть четыре зоны в двух находятся игроки можно в принципе два на два играть или вчетвером каждый сам за себя и у всех есть только по одному проходу 45 тысяч нам он не пробивается в основном на первой неделе есть в принципе герои которые могут пробить на первой неделе конечно это луна это тант иногда это может быть галтран но остальным крайне редко удается на первой неделе пробиваться в основном стараются на второй неделе хорошие игроки слабые игроки они не смогут ни на 3 не на 4 даже пробиться поэтому надо долго тренироваться чтобы все у вас получалось как надо и видите здесь стоит два восклицательных знака обычно кто раньше вышел в центр и больше успел съесть чаще всего и побеждает потому что зона очень богатая и обычно на второй третьей неделе уже игра заканчивается бывают затяжные игры когда там один выскочил съел центр и вместо того чтобы убивать соперника идет отъедаться на там третью четвертую зону но это уже совершенно другой момент так ну думаю что с этим мы с вами тоже ребята разобрались правильно